МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Путеводители прочитало, что в центре Белграда есть музей-гробница. Расскажите, как это может быть, и кто там похоронен? Клавдия Филипповна Муравьева, город Мценск. Я не понимаю, а что вас удивило? Ведь и пирамида Хеопса, например, и долина царей в Египте, это же тоже музей-гробница. Ну, впрочем, вы спросили, мы отвечаем. Отправляем за ответом на ваш вопрос Алексея Ягудина. Уважаемая Клавдия Филипповна, чтобы ответить на ваш вопрос, я оказался в Белграде и нахожусь в одном из его музеев, в котором носит такое странное и поэтическое название Дом цветов. Именно здесь мне подсказали, что я найду ответ на ваш вопрос. Более 60 лет назад в этом спокойном, тихом, зеленом районе за пределами шумного центра Белграда находилась резиденция главного человека Югославии. Маршала Иосифа Брос Тита. Неординарная личность. И, как говорили видный политический деятель, маршал Иосиф Брос Тита стоял у руля Федеративной Югославии 35 лет. Хорват по происхождению родился в бедной крестьянской семье. В 20-30 годы 20 века увлекся коммунистическими идеями. Стал лидером коммунистической партии Югославии. Во время Второй мировой войны Тита возглавляет партизанскую борьбу с немцами, укрепляя и расширяя армию. В послевоенное время Тита вел самостоятельную политику, балансируя между Советским Союзом и Западом. Иосиф Брос Тита – человек, чье имя в истории 20 века отмечено наравне с Деголем, Черчиллем, Рузвельтом. Дом цветов по одной из версий получил свое необычное название в честь хозяина, который, по слухам, был заядлым садовником. Итак, здание площадью в 900 квадратных метров было построено в 1975 году как зимний сад, в котором президент Тита мог спокойно работать и отдыхать. И он расположен очень близко к резиденции, где президент жил со своей супругой. Основой экспозиции этого музея являются эстафетные палочки, которые югославская молодежь вручала президенту Тита в день его рождения, который праздновала вся страна 25 мая. Эстафета была традиционной, и лучшие по тогдашним меркам представители молодежи несли ее по всей стране. И на заключительном слете в Белграде вручали президенту Тита. Иными словами, этот музей, как ни один другой, свидетельствует о том, с каким уважением граждане послевоенной Югославии относились к своему президенту. Рядом с Домом цветов есть еще другой музей, который является подарком города Белграда своему президенту на его 70-летие. Этот музей был открыт 25 мая 1961 года. В нем не только хранятся, изучаются и выставляются на показ, вещи, которые президент Тита получал от граждан своей страны и от лидеров зарубежных государств во время его многочисленных поездок по миру. Вам ничего это не напоминает? От села Брщадина поклон нашему любимому маршалу Титу. Кончина Иосифа Брос Тита в мае 1980 года была воспринята Югославами как национальная трагедия. Согласно его последней воле, он похоронен был здесь, под мраморной плитой. Прошло уже более 30 лет, но Югославы помнят своего героя, и поэтому этот музей посещает в год более 100 тысяч человек. Так что, Клавдия Филипповна, надеюсь, вы теперь знаете, что в Белграде существует такой музей, который одновременно является и музеем, и гробницей. Михаил.